Добрый день, уважаемые коллеги! На самом деле, продолжаем наш мастер-класс и переходим после детального рассмотрения возможностей препарата в лечении одной нозологической формы рака молочной железы к не менее важной, не менее широко распространенной, к сожалению, злокачественной опухоли немецклеточному раку легкого. Кому и когда возможно применять переральные цитостатики, в частности, переральную форму венеральбина. Венеральбина уже, в принципе, светила основные особенности этого препарата, в частности, полную эквивалентность ДОС для внутривенных и переральных приемов, биодоступность препарата составляет около 40%, и показания к применению, как раз два, о которых мы говорим, это рак молочной железы и немецклеточный рак легкого. В принципе, венеральбин уже препарат, который во всем мире вошел в рутинное использование, и поэтому, наверное, мы не говорим о каких-то совершениях или принципиальных достижениях последних лет. Мы можем сейчас говорить уже о подведении итогов и о подтверждении того места, которое препарат уже занял и, скажем так, обоснованно занял в стандартных лечениях, в частности, немецклеточного рака легкого. Но я позволю себе напомнить основные клинические исследования, которые были проведены в этой области, и на основании которых, скажем так, и было выбрано то место, которое препарат занимает сейчас. Наверное, имеет смысл напомнить о таком понятии, как контроль заболевания, которым тоже уже коснулась Татьяна Юрьевна, контроль заболевания в качестве предиктора долгосрочной выживаемости наших пациентов. В принципе, сейчас все больше исследователей склоняются к тому, что одним из таких маркеров, помимо, например, выживаемости без прогрессирования, значение в отношении прогнозирования долгих сроков жизни наших пациентов имеет именно контроль над заболеванием, который включает в себя частоту достижения не только полных и частичных регрессов, но и достижения стабилизации, поскольку более точно еще раз отражает эффективность лекарственной терапии и потенциально является предиктором общей выживаемости пациентов. В качестве одного из примеров исследований, которые подтверждают значение именно фактора контроля заболевания, или иначе называется клинический эффект, одно из ретроспективных исследований, проведенных как раз у больных раком легкого, которые получали платиносодержащую химиотерапию. Это ретроспективное исследование с участием данных более чем 300 пациентов, которые были ретроспективны, опять же, эффект лечения был оценен по критериям RESIST. И мы видим, что частота объективных ответов, она, в принципе, ожидаемая при применении химиопрепаратов при раке легкого около 21%, но как раз-таки клинический эффект или контроль над заболеванием, когда входит и стабилизация, то есть длительное сохранение, отсутствие признаков прогрессирования заболевания, он достигает 72%. И если мы у этих пациентов оценим показатели их выживаемости, то мы увидим, что общая выживаемость составляет около 12 месяцев, это тоже стандартные данные медиана общей выживаемости. И медиана выживаемости у пациентов, у которых достигнут и объективный ответ, и контроль заболевания, в принципе, сопоставимы. Около 14,5 месяцев, 15,5 месяцев. То есть, в принципе, есть и основания предполагать и считать, что контроль над опухолевым процессом, не только достижение полных и чечечных регрессов, тоже имеет очень выраженное значение для долгосрочной жизни наших пациентов. И здесь, в этом же исследовании, также исследователи не обнаружили взаимосвязи между сроками жизни пациентов и, скажем так, различия между пациентами с достижением полного и чечечного регресса и достижением стабилизации. Мы видим, что на первом слайде кривые больных с регрессами и со стабилизацией абсолютно идентичны, выживаемость без прогрессирования у этих пациентов также абсолютно идентична, и только достоверные различия имеются в кривых выживаемости у пациентов, не достигших ни стабилизации, ни регресса, то есть прогрессировавших, несмотря на лечение, и пациентов, находящихся под контролируемым опухолевым процессом. То есть контроль заболевания – это независимый прогнозический фактор высокой выживаемости пациентов. И, в принципе, на основании оценки этого фактора, на основании этого показателя мы можем судить об эффективности тех или других цитостатиков. В частности, в отношении перорального венеральбина также показатели контроля над заболеванием, они, как сейчас мы увидим, достаточно высоки и подтверждают эффективность препарата в данной позиции. То есть еще раз напомню, что контроль заболевания – это как раз тот показатель, который отражает клиническую пользу нашего лечения. Это маркер максимального отсрочивания прогрессирования заболевания, маркер долгосрочной выживаемости. Это достижение контроля над заболеванием позволяет положительно влиять на качество жизни наших пациентов, поскольку отсрочивает появление негативных симптомов заболевания. И именно контроль над заболеванием – тот показатель, который может нам помогать в принятии решения о сроках проведения лекарственной терапии, особенно при удовлетворительной переносимости. Если пациент переносит ее удовлетворительно, если он находится в стабильном состоянии в отношении контроля заболевания, если нет даже регресса, то пациент имеет все основания продолжать малотоксичную, но, скажем так, эффективную в плане контроля над процессом химиотерапию длительное время. И в отношении веноральпина исследования, которые были проведены, и в которых также помимо регресса оценивалось и понятие контроля над заболеванием, это, в частности, исследование новатрайл, рандомизированные исследования второй фазы, в котором проводилась стандартная процедура рандомизации в отношении 1 к 2, по сравнению стандартного режима химиотерапии, платино-надежащий режим химиотерапии, комбинация тасплатина и пиметрекседа, и исследуемая комбинация тасплатин и пероральная форма веноральбина у больных неполусклеточным, немногклеточным раком легкого, ранее не получавшим лекарственной терапии. Химиотерапия проводилась стандартно каждые 3 недели, с интервалом в 3 недели максимально до 4 циклов, и в дальнейшем, мы также знаем, что стандартный подход, перевод на, при отсутствии признаков прогрессирования, перевод на поддерживающую терапию или пиметрекседом, если пациенты получали изначально этот препарат, или поддерживающую терапию пероральным веноральбином. И при оценке эффекта мы видим абсолютно сопоставимую эффективность обеих комбинаций, и в плане достижения частоты объективных ответов 24-30%, и в плане достижения контроля над заболеванием. Мы видим подавляющее большинство пациентов, 75-76% в обеих группах, имеют признаки такого длительного и стойкого контроля. Медиана выживаемости без прогрессирования превышает 4 месяца, медиана общей выживаемости достигает практически годы. То есть, в принципе, стандартные ожидаемые требования, которые мы предъявляем к эффективной химиотерапии перволиния, здесь реализуют исследуемая комбинация, комбинация сплотина венорабина в полной мере. И если мы говорим о поддерживающей терапии, это второй правый график, мы видим, что из 100 пациентов, получавших изначальную комбинацию венорабина со сплотином, половина не имеет прогрессирования и переходит на поддерживающую терапию этим препаратом венорабином. Ну, те же самые процент пациентов переходят на поддерживающую терапию пиметроксидом. То есть, в принципе, абсолютно сопоставимые данные двух исследуемых комбинаций как в отношении такой непосредственной эффективности, так и в отношении долгосрочного поддержания эффекта. Второе исследование, посвященное веноральной форме венорабина в комбинации с сплотином у пациентов с неминоклеточным раком легкого, это рандомизированное международное исследование третьей фазы, при котором также в качестве группы сравнения эта стандартная комбинация с сплотиной и доцитоксела и в качестве исследованной группы комбинация с сплотина и венорабина. Здесь особенности дозирования. В первый день цикл венорабин вводится внутривенно, в восьмой день принимается перорально. До шести циклов химиотерапия стандартно проводится с интервалом в три недели. Также при сравнении эффективности абсолютно сопоставимые графики и в отношении частоты объективных ответов и в отношении контроля над заболеванием. Около 70% достигают стойкой длительной стабилизации и полных и частичной регрессы. Длительность эффекта, длительность общей выживаемости медианов этих показателей абсолютно тоже сопоставимы. И если мы говорим об одолетней выживаемости, также она достигает 40%. В принципе, те требования, которые мы предъявляем к первой линии лекарственной терапии, подтверждает и комбинация циклоплотина и операльной формы венорабина. А в отношении токсичности всегда вопрос, который интересует не в меньшей степени, в отношении переносимости лечения. Абсолютно благоприятный профиль токсичности демонстрирует и режим комбинации венорабина и циклоплотина. Но если сравнивать с дотостоксилом и циклоплотином, то чуть меньше частота диареи. В принципе, это, конечно, важное проявление негематологической токсичности. Меньше частота аллопеции, меньше частота периферической нейропатии. То есть, в принципе, этот режим подтверждает высокую эффективность и удовлетворительная переносимость терапии. Очень важный вопрос в лечении больных раком легкого – что же делать с пациентами, у которых имеются противопоказания для использования препаратов платины. Поскольку мы знаем, что стандарт у пациентов без отсутствия противопоказаний – это, конечно же, использование платины, содержащих дуплетов. Но пациенты пожилого возраста, пациенты ослабленного состояния, пациенты с сопутствующими заболеваниями часто имеют просто абсолютные противопоказания к применению не только цисплотина, но и кармоплотина. И для рака легкого это действительно одна из важных проблем, поскольку почти половина пациентов, имеющих этот диагноз, имеют возраст старше 70 лет, треть пациентов не меньше имеют ослабленное состояние. Разумеется, большинство пациентов к этому возрасту имеют и достаточно отсягощенный статус по сопутствующим заболеваниям. Поэтому, конечно же, выбор, что предпринять в качестве терапии, терапии первой линии, он, конечно же, перед нами всегда стоит. Ну и стандартные рекомендации мы знаем, что это использование монохимиотерапии и в перечне препаратов, которые мы можем использовать – гемтостабин, токсаны и, конечно же, венеральбин, как в внутривенной форме, так и в пероральной. В частности, исследование, которое здесь приведено, это исследование у пациентов, как раз-таки имеющих противопоказания к препаратам платины, изучение возможностей перорального венеральбина в монорежиме в качестве терапии, в качестве первой линии терапии. Мы видим, что достаточно убедительная эффективность препарата демонстрирует он и в качестве монотерапии. У половины пациентов достигнут контроль заболевания, медианная общая выживаемость, в том числе и у ослабленных пациентов с общим статусом по шкале, с общим статусом по перформансу 2 балла достигает 8-9 месяцев. И самое главное – показатель токсичности, нижняя часть таблицы, мы видим, что практически все пациенты имели легкие, умеренные проявления токсичности – первую, вторую степень. Особенно важно, конечно же, у пациентов, ослабленных и имеющих сопутствующие заболевания. Ни один из пациентов не нуждался в госпитализации для коррекции осложнений. Пациенты не нуждались в коррекции гематологических осложнений, ни путем использования колонностимулирующих факторов, ни путем трансфузии, эритроцитарной массы или тромбоконцентрата. Никому не требовалось введение внутривенного применения антибактериальной терапии. То есть, в принципе, при удовлетворительной и достаточно убедительной эффективности в качестве монотерапии препарат демонстрирует очень благоприятный профиль токсичности. У пожилых пациентов также возможности этого препарата в качестве монотерапии абсолютно доказаны и абсолютно убедительны. В частности, исследование, которое здесь приведено, у пациентов пожилого возраста, мы видим, средний возраст 74 года, диапазон до 82 лет, верхняя граница, с большим числом зон метастазирования. Треть пациентов имела больше трех локализаций метастазического процесса, с выраженным букетом сопутствующих заболеваний. Практически все пациенты, большинство пациентов, смогли перенести адекватную дозу препарата. То есть увеличение дозы до 80 мг на метр квадратный у большинства пациентов было осуществлено. Среднее количество недель терапии превысило 9 недель. То есть практически большинство пациентов смогли получить по меньшей мере 2 цикла химиотерапии для оценки эффекта, для реализации эффекта. То есть, в принципе, возможности этого препарата в качестве терапии у ослабленных пациентов абсолютно доказаны и не вызывают сомнений. Это то, что получаем мы и оцениваем мы. Какой же, скажем так, выбор делают пациенты? Тоже, тем не менее, уже затрагивает важный вопрос о предпочтениях пациентов, поскольку действительно пациенты в настоящее время, конечно же, должны быть полноправными участниками лечебного процесса, и осознавая возможности лекарственной терапии, и, скажем так, принимая осознанный выбор в той или другой позиции. То же исследование, которое было посвящено именно предпочтениям пациентов, больные не имел клеточным раком легкого в качестве первой линии, были рандомизированы с вероятностью один к одному на, скажем так, один из двух вариантов лечения. В первом рукаве лечебном пациенты начинали терапию с внутривенного приема веноральбина в комбинации с коробоплотином, и в дальнейшем на третий-четвертый цикл они переходили на пероральный прием веноральбина в данной схеме. Во втором рукаве пациенты начинали прием таблетированного перорального веноральбина, и в дальнейшем переходили на третий-четвертый цикл на внутривенное введение препарата. И уже при сохранении эффекта на протяжении пятого и шестого, то есть завершающих циклов, пациенты могли сами сделать выбор, какой из режимов химиотерапии они предпочтили бы для, скажем так, завершения, для продолжения лекарственной терапии. Таблетированным или с внутривенным введением веноральбина. То есть первичная цель этого исследования – это именно оценка выбора пациента, предпочтение пациента. Конечно же, в первую очередь нас интересует, не потерялся ли эффект, но у него, скажем так, не было оснований каким-то образом, скажем так, меняться между этими двумя вариантами терапии, поскольку веноральбин таблетированный и внутривенный – это абсолютно идентичные, просто разные лекарственные формы одного препарата. И мы видим, что независимо от того, начиналось ли лечение с внутривенного применения препарата или с таблетированного, абсолютно одинаковые показатели эффективности и выживаемости. Но какой вопрос стоял перед нами и как на него ответили наши пациенты? Это выбор лекарственной формы. Что же пациенты выбрали для проведения 5-6 циклов химиотерапии? Ну, наверное, закономерно выбор таблетированной формы лекарственной терапии. Три четверти пациентов выбрали именно веноральбин для оперального приема, потому что бесспорное удобство, бесспорное, скажем так, отсутствие такой непосредственной зависимости и психологической, и организационной зависимости от стационара, конечно же, это очень важный фактор выбора терапии как нами, специалистами, так и пациентами, как непосредственными участниками, скажем так, лечебного процесса. Какое место препарат занимает в лечении более ранних форм рака легкого? Поскольку, конечно же, нам всегда интересны возможности препарата на всех этапах терапии, довольно другого злокачественного новообразования. Ну, здесь пациенты, имеющие третью стадию, в отношении которой могут быть предприняты и предпринимаются в попытке комбинированной химио-лучевой терапии. Здесь пациенты в качестве индукции получали изначально только комбинированную химиотерапию со сплотином и веноральбином. При достижении эффекта переходили на фазу уже сочетанной химио-лучевой терапии, при которой доза облучения, достигающей 66 грей, подводилась вместе с продолжающейся химиотерапией комбинацией цисплотина и веноральбина. И эффективность лечения, она, в принципе, достигнута и она отчетливая. Объективный эффект. Частота эффекта только после индукционной фазы до 40%, после химио-лучевой терапии более 50% и стабилизация заболевания достигнута практически у всех пациентов. 80% после завершения химио-лучевой терапии, 90% пациентов имеют признаки регресса и стойкой длительной стабилизации, то есть контроля над заболеванием. Ну и здесь, говоря о большинстве исследований веноральбина, мы видим, что возможности препарата, разумеется, комбинации со сплотином, как наиболее эффективные комбинации, они высоки. То есть у 75%, у 80%, у 90%, если мы говорим еще и о добавлении лучевой терапии, мы достигаем стойкий контроль над опухолевым процессом. И длительность общей выживаемости тоже достаточно убедительная. Для первой линии терапии, так сказать, медиана общей выживаемости, достигающей одного года, это те показатели, которые, ну, скажем так, в настоящее время это предел, наверное, который химиотерапия может обеспечить. И, по крайней мере, комбинация, о которой мы говорим, она этим требованиям полностью удовлетворяет. Ну и таким образом мы уже подтвердили, что именно контроль над заболеванием, наверное, в отношении таких, пока, к сожалению, не инкулябельных форм процесса, имеет очень важное значение, как потенциальный предиктор общей выживаемости. Она с успехом может применяться для выбора оптимальной лечебной тактики. И поскольку комбинации с применением параллельного венрельбина обеспечивают достижение высокой частоты контроля над заболеванием, то, конечно же, место этой комбинации в лечении неминоклеточного рака легкого, она абсолютно доказана и бесспорно подтверждена в клинических испытаниях, в том числе и рандомизированных. Ну и буквально кратко, чтобы уже подвести, скажем так, итоги, какое же место занимает венрельбин в клинических рекомендациях, как отечественных, так и международных, в отношении больных неминоклеточным раком легкого. Начиная с самых ранних стадий процесса, с первой, второй стадии неминоклеточного рака легкого, третьей стадии рака легкого, когда мы говорим об адематной химиотерапии, да, она показана, и наиболее скандартно изученной комбинацией является комбинация десплатина и венрельбина. Если мы говорим о раке легкого третьей стадии, когда уже мы обсуждаем вопрос о химиолочевой терапии, то также комбинация десплатина и венрельбина, она занимает, скажем так, такое надежное и стабильное место в качестве одной из наиболее широко употребимых схем лекарственной терапии. Если мы говорим о министической форме рака легкого, то у больных, скажем так, не имеющих драйверных мутаций, разумеется, мы сейчас о них не говорим, в качестве первой линии терапии при удовлетворительном общем состоянии, разумеется, применение платино-содержащих дуплетов. И в том числе венрельбин занимает, скажем так, полноправное место вместе с гемцитабином, токсанами в перечне возможных схем терапии. У ослабленных пациентов, у пациентов пожилого возраста, имеющих сопутствующую патологию, конечно же, схемой выбора является монотерапия, и опцией в том числе является монохимиотерапия венрельбином, как внутривенном, так и, как мы уже считаем, как более удобная форма, в, конечно, таблетированном форме. Рекомендации НССН, в принципе, полностью отражают то, что я уже сказала, в качестве неодювантной терапии также комбинация тасплатина и венрельбина, в качестве лечения системной химиотерапии уже распространенного процесса, также комбинация на основе препаратов платины, тасплатина или короплатин, в сочетании с дотстокселом, этапозидом, венрельбином, гемцитабином. То есть, в принципе, место, еще раз говорю, оно уже такое однозначное, и, скажем так, нет оснований каким-то образом делать какие-то, скажем так, предпочтения наши, выбор возможных препаратов комбинации с препаратами платины, он базируется, должен уже, скажем так, на других аспектах, на аспектах удобства применения, на аспектах минимальной токсичности и так далее. В отношении рекомендации АСКО, в принципе, то же самое. Первая линия терапии, возможные режимы, все они одобрены FDA, и место комбинации с платины и венрельбина также она полностью присутствует. Рекомендации отечественные, русская, 16-го года, начиная с первой стадии основания для проведения одевантной химиотерапии комбинации венрельбина и сасплатина, последующие стадии третья, четвертая стадия, также платино-содержащие дуплеты, в том числе с применением венрельбина. У ослабленных пациентов, конечно же, это монотерапия, в том числе и монотерапия венрельбина. Ну и таким образом, в принципе, место препарата на всех этапах терапии немецличного рака легкого она доказана и она полностью уже, скажем так, официально закреплена уже в рекомендациях и международных, и отечественных. Поэтому возможности этого препарата, они в отношении данной нозологической формы, они достаточно, скажем так, они убедительны, и здесь, наверное, особенность нашего выбора, они в основном определяются доступностью препарата. Мы, конечно же, только приветствовали бы более широкую доступность для наших пациентов именно этой формы лекарственной терапии, поскольку, во-первых, она удобна для приема, она удобна для использования, скажем так, для минимизации госпитализации, минимизации работы медицинского персонала, она мало токсична, она управляема, поскольку любая операльная форма, она, конечно, более управляема, чем внутривенная форма. Вот, и она абсолютно, скажем так, эффективность ее абсолютно доказана в рандомизированных клинических исследованиях. Благодарю за внимание.